Так, ребята, значит, я вас представил. Ну, в общем, ваш микрофон с Богом. У нас алкоголиков надо организовывать. Кто первый, надо сказать. Ребята, так, ну кто у вас желает первым, пожалуйста. Давайте, я, наверное, начну, как самый старый. Вот. Привет всем. Меня зовут Виталик, я алкоголик. Я живу в Израиле. Трезвый, слава Богу, 6 лет, 5 месяцев и 2 недели. Спасибо, друзья, большое за приглашение, за такой интересный формат. Вот именно поделиться групповым опытом служения группы Ковчег. Я специально возьму, взял первое слово, наверное, потому что, наверное, единственный среди присутствующих группы я был вот в день рождения, да, в первый день рождения группы. И, кстати, интересно так получилось, я буквально вчера об этом что-то мне так щелкнуло, что мы сейчас как раз в 20-х цифрах, в 20-х числах марта, а это значит, что нашей группе Ковчег ровно сейчас исполняется 4 года. Да, то есть ровно 4 года назад, ровно 4 года назад начался, всем еще нам хорошо помним, карантин, который, коронавирус, да, и на самом деле это вот событие, которое менее приятное, да, ну и послужило началом рождения того, что впоследствии стало группой Ковчег. У группы Ковчег интересная, на самом деле, мне кажется, история, да, потому что обычно как вот создаются группы, да, встречаются два алкоголика, иногда даже один алкоголик, думая себе, окей, так, надо сделать группу, да, могут быть разные причины, да, или вот у нас нету группы, и мы хотим группы, или у нас есть группа, но нам не нравится эта группа, мы хотим другую группу, да, давайте создадим группу, вот и, да, и вот так вот начинается обычно, да, история любой группы. Опять же, история группы Ковчег немножко отличается тем, что изначально никаких планов, никакого желания создавать какую-то там онлайн-группу у нас не было, наоборот, как я уже сказал, причиной создания этого группы послужили не очень такой приятной тема, да, в 20-х числах марта 2020 года закрылись все живые группы, я знаю, не только у нас в Израиле, но и вообще почти что во всем мире, объявили карантин, мы все вдруг в один день проснулись утром дома и обнаружили то, что мы не можем выходить из дома, да, мы не можем ходить на группы, и сразу же возник вопрос, что делать, да, караул, что делать, и как-то вот быстро пришла вот эта вот идея, у меня еще пару человек с Израиля, ну, нельзя так нельзя, давайте соберемся в онлайн, давайте соберемся в онлайн, на самом деле, когда все это началось, ну, никто не представлял, сколько это там продлится, что это, я лично был абсолютно уверен, что это займет, ну, максимум, там, две недели, да, ну, там, две недели, пошумят там что-то вот этой ерундой, пострадают с этим карантином, потом все вернется на круги своя, откроются живые группы, и мы забудем об этом как о плохом сне, да, поэтому сама вот эта вот онлайн-группа, вначале даже не было названия, естественно, мы не думали о каком-то названии, мы не думали о каком-то формате, мы не думали о каких-то там комитетах, служениях, да, ну, вот обычно то, о чем люди думают, когда создают новую группу, ничего этого не было, то есть, да, это было все, как я уже сказал, некая вынужденная мера, и все это случилось вот так вот. Мы импровизировали, думая, что, и надеясь, и надеясь, что вот-вот это все скоро закончится, то есть, если так можно сказать про группу Ковчег, изначально это не было, как это сказать, нежеланным ребенком, да, наоборот, мы хотели, мы очень надеялись, что мы очень быстро от этого избавимся, но прошли две недели, продолжился карантин еще на две недели, потом еще на два месяца нам сказали, что пройдет карантин, и так вот это продолжалось в течение года, потом, конечно, группы кое-какие пооткрывались, но они работали с очень там серьезными ограничениями, там, до 10 человек в какие-то там помещения, где были живые группы, нельзя было заходить там без прививок, и вот группа, сначала она не называлась Ковчег, ну, как я уже сказал, мы просто называли это общеизраильская группа онлайн, вставать, день за ним, вынужденная мера у кого-то там не какого-то, а если вы ему выключите, это будет, очень поможет. Один микрофон, еще надо выключить. У Ники, по-моему, работает микрофон, если он его выключит, будет классно. Вот, и, как я уже сказал, и поначалу первый фактически год существования группы не было тех обычных для группы анонимных алкоголиков в тем, мы не создавали какой-то комитет, не было выбранных служащих на этой группе, не было, опять же, это не совсем в духе, как мы понимали традиции анонимных алкоголиков, но, опять же, опять же, это было сделано именно из-за того, что мы все-таки относились к этой группе онлайн как к некому временному, да, некая временная вынужденная мера, которая вот-вот закончится. Да, поэтому группа первый год продолжала существовать, вот чисто приходили люди, могли, спрашивали там, да, собрали здесь 15 человек, да, кто сегодня проведет собрание, окей, там, Вася, можешь провести собрание, давай, Маша, можешь провести собрание, давай. Нету, не было иногда служащих, там, я помню, были времена, что я вел там по 4-5 собраний в неделю. Окей, темы тоже брались просто так, что вот собрались, что мы решим, какую тему мы сегодня хотим, да, будь то ежедневник, будь то там, как это видит Билл или какая-то другая наша литература, и вот так вот группа, группа просуществовала фактически год, да. Через год уже на первую годовщину мы решили, что, ну, все-таки раз группа существует, давайте придумаем ей какое-то имя, да, тогда вот и появилась группа, название группы «Ковчег», и тогда уже у нас появились некие, вот, идеи, скажем, опыт, хотя к тому времени большая часть людей, с которых вот начиналась эта группа, вернулись уже на свои живые домашние группы, количество людей уменьшилось, но тем не менее мы видели, что у нас в стране, например, в Израиле, есть достаточно много людей, несмотря на то, что мы привыкли, как бы, относиться к этому, что вроде бы у нас маленькая страна, да, и группы есть, и при желании можно доехать, но все-таки есть люди, для которых это проблематично, да, все-таки есть, несмотря на то, что у нас маленькая страна, тем не менее, если человек живет, там, на расстоянии 20-30 километров от живой группы, то, ну, естественно, ему проблематично доехать до этой группы. Ну, и сама по себе группа, хоть она и называлась, на сегодняшний день продолжает называться, израильской группой, да, онлайн, количество, не количество, а состав участников группы изменился, как я уже сказал, очень многие израильтяне, с которых начиналось и все служение, и все вот активность в этой группе, они вернулись на свои живые домашние группы, но пришло много, много людей со всего мира, да, на тот момент уже на группу Ковчег, скажем так, 50% это были наши израильские, а остальные 50% были ребята из России, Украины, Европы, со всех уголков Соединенных Штатов приходили ребята, да, это уже была такая международная группа, но вот где-то через какое-то время мы подумали, что, может быть, стоит как бы оставить, оставить эту группу, да, не закрывать, но не совсем было понятно мне в крайнем случае, что и непонятно мне, потому что я на тот момент как бы был в одной, и председатель, и секретарь, и главный, как говорится, командир, да, как у нас написано во второй традиции, да, вот это вот самопровозглашенный диктатор, да, этой группы, и опять же, это было не потому, что мне этого так сильно хотелось, это был, как я уже сказал, вынужденная мера, и в самом начале это работало, но я видел, понимал, что если вот это продолжится, да, и на самом деле мне не хотелось этим заниматься, так как было очень много, появилась работа на живых группах, да, и на живых группах было у нас не все, слава богу, после карантина очень многие люди походили, очень многие люди походили в онлайн, и не только на нашу группу, и было много чего нужно сделать на живых, в живом сообществе, и тащить дальше это у меня не было никакого желания и сил, и мне лично, как бы, да, все-таки вот эта вот идея, что пора заканчивать с этой онлайн-группы, она, она как бы, как казалось мне, наиболее привлекательной, да, наиболее привлекательной, просто закрыть, и все, но на самом деле на тот момент тоже я столкнулся с такой ситуацией, что когда я эту идею начал озвучивать, да, я вижу, заканчивается время, я вот уже подошел к концу своего повествования, так, когда я стал озвучивать вслух вот эту вот идею, да, ребята, смотрите, что, ну, у нас как бы не хватает там служащих, особо служить никто не стремится, мне там это тоже неохота тянуть все на себе, давайте, может быть, закроем, да, ребята сказали, нет, ну, смотри, как это, это моя домашняя группа, да, потому что на тот момент сложилась такая ситуация, что я этого даже, может быть, не обращал до того внимания, покуда не появились вот эти, вот не начал говорить о том, что, может быть, эта группа не нужна, да, что за прошедшие полтора года, да, уже на тот момент прошло, на этой группе выздоровело достаточно большое количество людей, ну, когда я говорю большое, но было уже человек 6-7, а может быть больше, это люди, которые пришли на эту группу в самом начале своего выздоровления, то есть это была их, да, первая группа, это та группа, на которой они начали выздоравливать, это та группа, на которой они познакомились со своими спонсорами, это та группа, будучи участником которой, они прошли 12 шагов, а это было их служение, когда они взяли, начали служить на этой группе, и, то есть, да, ну, вот, да, для них это действительно их домашняя группа, и тогда, вот, было, ну, нужно было сделать то, что им нужно было сделать необходимо, созвали первое рабочее собрание, да, первое рабочее собрание, уже собрание, скажем так, в формате, в том, которому он должен быть в анонимных алкоголиках, с какими-то, с членами комитета, с ребятами, которые на тот момент служили на этой группе, был выбран тогда, первый раз при помощи голосования, да, первый председатель, секретарь, были обозначены какие-то критерии, да, для служений, в том числе и ведущих, и, там, модераторов, и спикер-хантеров, и, то есть, да, это случилось где-то в августе 2021 года, и с тех пор, вот, да, группа уже начала существовать уже как нормальная, скажем так, группа анонимных алкоголиков, как это и должно, в принципе, быть, вот, вот, и все, на этом я свою вот такую историческую часть про то, про группу Ковчег закончу, и кто хочет меня подхватить, ребята, добро пожаловать, могу передать слово как раз вот первому выбранному, законному, да, законному, в ковечку, председателю группы Ковчег, который был выбран тогда, Марина, да, она, давайте, меня подхватит и расскажет, что было дальше, все, спасибо, что послушали, друзья. Привет, Марина, алкоголик. Ну да, Виталик, конечно, загнуток, детище, ребенок. Я, на самом деле, когда открывалась эта группа, я еще благополучненько катилась к своему дну, то есть, это был как раз самый пик моего употребления, и что сказать, когда я вернулась из своего реабилитационного центра, мне предложили, мне дали ссылку именно на эту группу, и это было начало, как бы, моего выздоровления. Я целый год на каждодневной основе выздоравливала именно на этой группе, она называлась тогда «Общеизраильская». И знаете, в чем прикол? Прикол в том, что опыт служения на онлайн-группах, то есть, у меня не было другого опыта, да, ну, только потому, что я не ходила, не посещала живые собрания. Первый раз на живую группу я поехала, это мне полгода с трезвостью было. Вот, и воле-неволе мне пришлось там служить, потому что, вот как Виталик рассказывал, они это все создали, и нас было там достаточно таких, как сказать, новичков, да, и все было круто, когда приходили вот именно впереди идущие, да, они нам там задавали тему, там, высказывали, что-то доносили, что-то мы слышали, что-то это самое. И в один прекрасный момент, как это было, да, вот как мое служение надо, меня никто не приглашал быть ведущим, да, просто я захожу на группу каждый вечер, и у нас тишина, 8 вечера и тишина, и мы понимаем, что нет ведущего, то есть нас тупо кинули вот эти, молодняк весь, наступаете, впереди идущие кинули, и мы сидим, такие, ну, чё, ну, давайте я проведу, да, вот так вот это было, значит, ну, давай ты проведешь. Вот так вот это все происходило, ну, какой-то период времени. И в итоге вот эти все впереди идущие, когда открылись группы, они все тупо ушли, мы остались один на один вот со своей болезнью, да, со своим непониманием, без традиций, в каких-то шагах еще там кто где, да, вот, и мы кое-как выздоравливали. Когда пошел вопрос, что давайте ее закрывать уже, но я, наверное, первая из тех, кто, потому что, ну, да, мне было в доступности поговорить с этими людьми и сказать, что, ну, нет, эта группа спасла мне жизнь, реально спасла, потому что я часто рассказываю на спикерских, что мой магазин любимый, да, где я тарилась, он 20 метров от моего дома, а ковчег у меня в доступе, вот, он, вот, он 8 вечера, и я, и я благодаря этому осталась трезвая. Говорю, нет. И на тот момент я знала людей, которые не могут, даже тем, что открылись живые группы, они не могут посещать эти люди, вот этот ковчег, который тогда был, это была вот моя семья, и я знала, что если закроется этот ковчег, да, по той или иной причине человек не пойдет на другую группу сейчас, ну, очень больной, да, вот, и, скорее всего, что, мало ли что, вот, и, да, так вот, это служение, то есть, придя через год уже, да, будучи в традициях, там где-то, я не помню, не знаю, не понимаю вообще, что, как это, кто такой председатель, что надо делать, ничего не понятно, мы вот это вот делаем, вот этот комитет создаем, да, делаем критерии, опять же-таки с помощью впереди идущих, да, то есть нас, как сказать, информировали, и это было постоянно, вот, телефон 24 на 7, да, подскажите, расскажите, и какой-то опыт мы спрашивали, я спрашивала лично у впереди идущих, вот, и были, конечно же, у нас и трудности, были, я до сих пор говорю, что очень круто знать эти все традиции, да, изучать эти традиции, для чего, для того, чтобы их нарушать, чтобы их нарушать и знать, что я их нарушаю, эти традиции, вот, вот, потому что много было таких ситуаций, когда, какая литература, да, мы можем там, не можем зачитывать, ну, предлагать как тему, тоже мы об этом не знали, мы нам там понравились мысль АА на день, да, и мы ее впихаем туда, она, оказывается, не входит в конференцию, то есть вот это вот все, ну, вот, реально с опытом, вот, потом были такие, и, кстати, вот эта группа, она выжила только благодаря вот этим вот, как это все происходило, да, то есть в тему о спонсорстве, да, мы там, вот эти новички, которые там выздоравливали, которые начали там выздоравливать, мы начали там и спонсировать, то есть мы начали искать там под спонсором, то есть кто-то кого-то привел, и сегодня это уже не общая израильская группа, сегодня это уже всемирная, да, то есть такая группа со всего мира, и вот оттуда тот привел новичка своего, с того, с той стороны, тот с той стороны, и вот так вот получается, что мы находили спонсора под спонсорных, да, потом под спонсорные приводили еще своих новичков каких-то, тоже искали себе, находили под спонсорных, вот так вот и получалось, что была возможность отдавать, то есть на живых группах не всегда получается, да, там, со сроком 9 месяцев или со сроком год хотя бы даже, да, найти себе подопечного, потому что так, те группы, которые я посещаю, там очень много далеко впереди идущих, да, если человек придет, ну, новичок, да, то есть посмотрит, у кого какой срок трезвости, то понятно, что выберут у того, у кого побольше срок трезвости, то есть у меня шансов там практически не было, а на ковчеге, вот именно онлайн-группы, это, конечно, да, это работает, и на сегодня это работает, и что я еще хотела сказать по поводу ковчега, что вот это вот, как сказать, коллективная работа, что ли, я не знаю, откуда вообще взялось вот это вот название, это тоже очень смешная история была, там ходил выздоравливать один мужчина, Игорь его звали, он сейчас уже выздоровел, все нормально, вот, и это он предложил вообще это название, и он нарисовал этот рисунок ковчега, тоже на компьютере, он там какой-то графический дизайнер, не знаю, это он все предложил, то есть этот человек появился у нас только для того, чтобы дать нам вот это вот название, все, выздоровел и ушел, и реально крутое название, я считаю, каждый тварь и по паре, вот мы такие, да, и еще чем, чем бы я хотела поделилась по поводу ковчега, это сплоченностью, наверное, вот за короткий период времени у нас есть такие люди на группе, которые, ну вот в один момент могут расположить к себе того же новичка, да, и все, и уже человек, я часто слышу и вижу, и я это уже наблюдаю на протяжении почти что четырех лет, когда новичок приходит, а потом он говорит, что я влюбился в вашу группу с первого раза, да, потому что в чайное у нас очень весело, ну вот это вот добро пожаловать и все такое, то есть есть такие люди, которые, я не из тех людей, нет, я не тот человек, который сразу к себе располагает, и все, я молчу такой больше, но есть у нас на группе такие люди, такие прямо, как их называют, старички, которые, ну, располагают к себе и прямо вот заманивают людей, я часто слышу, что вот группа, и я хочу сказать, группа выздоравливающая, нет у нас на группе таких, я не оцениваю, ни в коем случае не подумайте ради бога, в том плане, что я была на многих онлайн-группах, и как бы у нас людям, ну, вот высказывания именно делятся только своим опытом и только опытом выздоровления, да, вот это то, что я замечаю. И, наверное, я уже свое время проговорила, так как Виталик занял у меня две минуты, будет должен. Ребят, спасибо, что позвали, приходите на Ковчег, он проходит каждый день, 20.00 по Израилю, скоро у нас будет одинаковое время, заходите, выздоравливать будем вместе. Все, всех люблю, спасибо. Спасибо. Я предлагаю передать слово Владимиру Хайфа, или как решите? Спасибо. Я готов. Спасибо, всем привет, я Володя Алкоголик, у меня срок трезвости один год, три месяца и девять дней. Вот примерно один год и три месяца, как я стал участником группы Ковчег. У меня, конечно, есть живая группа, ну, конечно, просто есть живая группа, но в самом начале моего выздоровления мне двух раз в неделю живой группы, ну, не хватало, мне нужна была группа каждый день. Я нашел в интернете там какие-то онлайн группы, побывал, очень большая группа такая, вот. Ну, все было нормально, пока там не началась чайная. И для меня, как для новичка, там оказалась какая-то ужасная атмосфера, там все ругались, ругались матом. И для меня, как для новичка, был просто какой-то ужас и шок. Вот. Я сказал своему спонсору, он говорит, да что, у нас же есть наша израильская группа Ковчег. Вот. И вот так я стал участником группы Ковчег, буквально через несколько дней, как я пришел в наше сообщество. Вот. И я стараюсь практически каждый день быть на группе, кроме тех дней, когда живая группа у меня в городе. Вот. И это оказалось очень здорово. В какой-то момент, когда я только пришел в сообщество, там прошло буквально несколько дней, я очень сильно заболел простудой. Вот. И для меня вот то, что я вечером буду на Ковчеге, вот, и там буду слушать людей, я тогда же, ну, что это дознал, я только-только пришел. И для меня вот вся эта поддержка, все, что говорят другие, я это принимал, я это глотал, вот, там и так далее. Вот. И действительно оказалась такая группа, действительно очень, очень такая, как сказать, ну, слово безопасное, это недостаточно сказать. Ну, то есть такая вот очень теплая атмосфера и в основной части, и в чайной, которая вот после основного собрания. Вот. И там такое бережное отношение к новичкам, там, и так далее. Ну, через какое-то время я начал служить на группе, вначале модератором, вот, а теперь я ведущий один раз в неделю. Недавно меня выбрали секретарем группы, вот, ну, и кроме того, я еще в какой-то день модератор. Вот. 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 Вот как ведущий группы у меня есть такое право, и это замечательно, что у меня есть такое право, это выбрать тему предстоящего собрания. Вот. А тему мы выбираем из, либо наше ежедневное размышление, либо из книги «Как это видит Билл». И я всегда беру ту тему, которая вот лично мне вот откликнулась, что я понимаю, что я смогу высказаться, мне есть с кем поделиться по той или иной теме. Вот. Ну, не всегда сказать, что мой выбор хороший, то есть, когда мне кажется, ой, сейчас все подхватят, все как-то сейчас начнут высказываться, бац, а все молчат. Бывает такое. Ну, ты начинаешь сам. Но чаще происходит наоборот, когда я готов выступить, но я как ведущий, я понимаю, что мое желание, так сказать, высказаться, но на втором месте и основная задача мне дать высказаться всем, кто желает. Ну, я в конце концов могу в чайный высказаться. Моя задача как ведущего – это поддерживать такую доброжелательную, веселую атмосферу, поддержать там хорошее настроение, поприветствовать всех. Если приходит новичок, значит, тогда у нас, соответственно, тема, та тема выбранная уходит, и тема первый шаг у нас обычно активно высказывается, потому что у нас действительно вот то, что уже сказали, это группа выздоровления. И практически все, кто приходит на группу уже со сроками трезвости – это люди, которые уже живут нашей программой. Поэтому помочь новичку может практически каждый. Очень это замечательно. И мы стараемся, чтобы новичок остался в чайне, чтобы уже можно было поговорить не только по теме, там, ответить на вопросы и так далее. Как уже сказали, она хоть и числится у нас израильской группой, но я вот сейчас быстренько стал писать список, откуда у нас люди приходят. Это те, кто приходят практически ежедневно. Ну, из Израиля, из России, Украины, из Словакии, Франции, США, Италии, Белоруссии, Австралии, Германии, Болгарии. Вот такой у нас интернациональный состав. И это очень здорово. Тогда чувствуется за счет вот этого, чувствуется, что мы все друзья, мы все в нашем сообществе, и чувствуется вот эта вот всемирность нашего сообщества. И при этом, что человек, независимо от того, где он живет, он такой близкий мне человек. И я с ним разговариваю, как со старым знакомым, даже человек, который первый раз пришел. А в результате этого моя телефонная книжка, мои контакты, у меня никогда не было такого количества контактов и такого количества друзей по всему миру. Это очень здорово. На многих, я считаю, что Ковчев стал его домашней группой. Потому что люди по разным причинам там живут в маленьких городах. Ну, я знаю многих людей, которые считают, что это домашняя группа. Потому что трудно по разным причинам добраться до домашней группы. Особенно у многих людей, которые живут за границей. Ну, даже у нас в Израиле, вот, не так давно пришла к нам женщина, она вот одна в городе. А на группу ей там надо ездить, там, ну, пусть несколько десятков километров. Ну, так сказать, по израильским меркам это большое расстояние. И, кроме того, группа проходит по пятнице, а там уже, у нас уже не ходит транспорт в пятницу после обеда. Вот, так что она почти полностью выздоравливает вот на группе. Также на группе она и спонсора себе нашла, и многие находят спонсоров именно на группе. Вот, какие-то мои вещи такие. Вот, у меня есть специальная молитва, которую я обязательно читаю, когда веду группу или модерирую. Я взял за основу нашего, вот, из списка молитв, наши 12 шагов, молитву 12 шага и дополнил ее словами. Господи, будь со мной на этом собрании группа анонимных алкоголиков «Ковчег». Помоги мне провести это собрание. Господи, держи меня за ручкой и укажи правильные мысли или действия. Вот, с такой молитвой я начинаю группу. Вообще, служение на «Ковчеге» мне очень нравится. У меня есть другие служения на живой группе, есть подспонсорные. Ну, вот, это что-то очень для души, вот, служение на «Ковчеге». Очень люблю я эту группу и всех ребят, которые там есть. Вот, ну, не знаю, что еще сказать. Спасибо, что послушали, готов ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо. У нас вопросы чуть похоже будут в рубрике «Вопросы, ответы». Да мы тут как-то по старшинству пошли, трезвости. Всем привет, меня зовут Ольга, я алкоголик. У нас, как раз мы идем ноздря в ноздрю. У Володи на две недели побольше, чем у меня. У Дениса на две недели поменьше, чем у меня. И раз пошла такая традиция, я рискну, возьму смелость и слово. Что я могу сказать? Ну, во-первых, конечно же, «Ковчег», он занимает определенную любовь вообще в моем каменеющем сердечке. Вот, потому что, на самом деле попала я в программу 8 декабря, а трезвая я с 28 декабря. То есть, «Ковчег» это была моя не первая группа, куда я попала, и не первая группа, где я взяла онлайн-служение. То есть, мой путь начался все равно с онлайн-групп, и я поняла прелесть живых групп уже после прохождения программы. То есть, примерно вот так же, как у Марины, это было около полугода трезвости у меня. Я не могла ходить на живые группы, во-первых, по физическим причинам. У меня вообще было очень тяжелое состояние. Я очень часто была в достаточно депрессивном состоянии, что даже до магазина не могла дойти, не то, что вообще докуда-то. И, конечно, живые группы очень важны, но лично мой опыт такой, с чем конкретно лично я столкнулась и о чем я говорю своим подспонсорным, это именно на живых группах, да, вокруг меня было какое-то нереальное скопление мужчин, да, из противоположного пола с каким-то непонятным интересом, который я явно не разделяла. И поэтому я как бы девчонкам говорю то, что будьте аккуратнее, не забывайте, что все-таки это, ну, это алкоголики, да, мы собрание, ну, как бы сборщик больных, да, иногда не очень-очень здоровых людей. Непонятно, кто с какими целями туда приходит, поэтому будьте аккуратнее. И мне очень нравился ковчег тем, что все сидят далеко очень, никто до меня не дотянется, и я могу спокойно начать свой, там, путь, да, выздоровления. Но хотела немножечко еще сказать про другие группы. Я начала выздоравливать на канадско-американской группе, потом на игре очень много, и вот в свой первый месяц я ходила то на одну, то на другую группу. И после срыва, хотя один человек мне объяснил, что это не срыв, это продолжение употребления, потому что не было шагов, который вот у меня произошел через три недели после нахождения в программе, как бы мне просто не то, что закрыл путь на те группы, а мне как-то было туда приходить неловко, возможно, даже стыдно. Я как-то понимала алкоголизм, да, вообще вот это заболевание, как распущенность, не как болезнь. И у меня было чувство вины, мне казалось, что, ой, наверное, они меня осуждают, там еще спрашивали сроки трезвости, а я там, знаете, сочиняла из серии. И я зато три недели вместе с вами, вот, а не три недели трезвенно. В общем, мне было жутко стыдно. А вообще, кроме всего прочего, я еще и любитель погостролировать по группам. И один человек, я ему очень благодарна, он мне скинул ссылку на ковчег, и вот буквально, как только я туда попала, туда попала в начале января, ну, я всем сердцем как-то привязалась к этой группе, полюбила эту группу и начала уже активно выздоравливать именно там, и считаю ее до сих пор своей домашней группой. Потому что даже несмотря на то, что время для меня не совсем подходящее, тем более, пока часы еще не перевели, то есть у меня группа начинается в один с вечера, я все равно там, потому что я ее очень люблю. Сколько я не пыталась оттуда сбежать, у меня не получается. Но я верю, что вот со своим новым служением у меня все-таки получится оттуда сбегать, и буду я туда приходить изредка и смотреть просто, как дела там у всех. Вот, и начиная свое служение онлайн на канадско-американской группе, меня пригласили быть модератором. Ну, не пригласили, мне просто спонсор сказал то, что... А спонсор, кстати говоря, вот у меня из Израиля, благодаря ковчегу, именно благодаря ковчегу я нашла... Это был не первый у меня спонсор, с первым спонсором, я говорю, я даже шага не сделала. Это был тот человек, который непосредственно провел меня по шагам, я очень благодарна этой девушке, она из Израиля, вот, и она мне... Ну, у меня не было вопросов вообще, слушаться или не слушаться, я была максимально подслушным спонсоренком, вот, если пришла вообще в группы настолько разбитая, что... ну, я была готова на все, то есть если бы мне сказали там, что нужно прыгать, я спросила бы, сколько раз. И поэтому, когда она мне сказала, что необходимо брать служение, я пошла и взяла служение. Служение было на канадско-американской группе модератором. Там оно было раз в две недели, потому что несколько было модераторов на один день недели. То есть вот такой вот был опыт. То есть понедельник два человека, которые меняются, вторник два человека, которые меняются. Если вдруг модератор или ведущий был один, соответственно, он вел каждую неделю. Но я была модератором и взяла... обычно не на всех группах это есть, но вот у меня было срок служения был на три месяца. Вот. И тоже там группа шла не очень удобно. Она сначала шла в 6 утра, по-моему, времени, потом она шла в 5 утра, по-моему, времени. Но я думаю, раз в две недели я буду просыпаться, потому что надо. Мне так сказали, я уже сама не спрашивала. Точно мне надо, не точно мне надо. Я как-то вот, говорю, настолько нарулилась своей жизнью, что я решила, ну, хоть кого-то, Оль, ну, в конце концов, надо же, блин, слушаться уже. И я вот слушалась своего спонсора, поэтому раз в две недели я вставала, модерировала, и на этом вот начался мой опыт служения именно на онлайн-группах. Затем я была ведущей. Ведущей... вот, кстати, на Ковчеге мы не обговаривали какой-то определенный срок служения. Вот по срокам служения еще тоже хотела сказать, поделиться и опытом других групп, которые лично я слышала. Это модератор идет от месяца, ведущий идет от трех месяцев, спикер-кантер от полугода. Где-то плюс-минус эти сроки могут соблюдаться, не соблюдаться, у всех по-разному. Но это то лично, с чем я сталкивалась, и вот какие... И я, в принципе, понимаю, почему такие сроки нужны, и в чем особенность вот каждого служения, я тоже попытаюсь в двух словах сказать, если... Ну, конкретно, да, поделиться своим опытом, если то или иное служение у меня было. Ведущая я уже была на Ковчеге, вот, мне очень нравилось это служение, я ведущая до сих пор, на сегодняшний день я там по пятницам, вот, сейчас... Сейчас уже там еще и спикер-хантер, но, в общем, пока что еще, пока что веду. Вот, ведущий мне вообще будет очень нравиться, и было, и есть, и это очень классное, интересное служение, потому что... Ну, и почему, да, как бы срок 3 месяца? Потому что, ну, для алкоголика, да, вот 90 дней все-таки выходит алкоголь из организма, от человека, и это такой срок, ну, условно безопасный для именно, для алкоголика. И когда приходит новичок и видит даже человека, да, ведущий это лицо группы, который... Ого! Ничего себе! Трезвый 3 месяца минимум! Это он уже так рад, счастлив, доволен, и поэтому, как бы, важно, конечно, этот... Ну, эти сроки, на мой взгляд, опять же, это мое частное мнение, я не претендую на истину в последней инстанции, и это тоже важно, эти сроки соблюдать. Также я была спикер-хантером, меня пригласили на онлайн-24. Спикер-хантером я стала на полгода, но повела себя как абстинент, тоже объясню, почему это служение я как-то скинула, сбросила, потому что, ну, я поняла, что я просто не тяну то количество нагрузки и не соблюдаю баланс именно в выздоровлении. Мне даже вот новый спонсор сейчас, я спонсора поменял, она сказала мне как-то то, что, ну, Оль, у тебя семья, у тебя дети, у тебя служение, у тебя спонсирование, у тебя своя работа, бизнес, какие-никакие личные отношения, ты что, восьмирукая шива? То есть, ну, это не очень вообще правильно, на мой взгляд, хапать на себя все. И плюс, когда я зашла на традиции, тот человек, который традиции читал, сказал, что когда человек на себя берет много служений, возможно, он отбирает чье-то выздоровление. То есть, важно, чтобы было единство и чтобы люди брали по силам. И на сегодняшний день, вот, на мой взгляд, самое крутое служение вообще, которым может быть, конечно, это спонсирование. Вот, и спонсировать начала я тоже, по-моему, на Ковчеге. Да, моя первая подспонсорная с Ковчега. Потом у меня были подспонсорные с 24 онлайн. Кто-то меня в Телеграме нашел. Вот сейчас еще у меня там две девушки с Ковчега. Да. Но, как говорилось выше, да, я люблю вообще погастролировать по группам и по онлайн в том числе. И поэтому для меня самое такое на сегодняшний день подходящее и классное еще служение – это спикер-хантера. Когда я просто прихожу по группам, смотрю на людей, на других, знакомлюсь с ними. Я человек достаточно общительный. Вообще, должна сказать, что к году трезвости, когда подбиралась, решила составить список всех людей, которые так или иначе как бы вложили по капельке, кто по две, кто по стопочке в мое выздоровление. И у меня получился список больше ста человек. Я очень благодарна этим людям. Туда входят и те люди, которые вот говорили, что это не срыв о продолжении употребления. Туда входит человек, который скинул мне когда-то ссылку на Ковчег, пригласил меня туда. И я люблю ходить по группам, потому что сообщество настолько огромное, это настолько огромное братство, это настолько мощный ресурс, который, но я бы не хотела просто недооценивать. И когда я прихожу на какие-то другие онлайн-группы, я знакомлюсь с людьми, и я не помню уже, кто сказал, но мне очень понравилась эта фраза, что AA – это вообще какой-то пароль, который открывает удивительные двери просто по всему миру. И поскольку я поняла прелесть живых собраний, и честно могу сказать, что живые группы меня равняют все равно больше, чем онлайн. Хотя нет, не могу сказать больше-меньше, но как-то оно, знаете, вот просто по-другому. Живые группы, я считаю, что важны, хотя я сначала очень, говорю, протестовала и говорила, что ну вот, я же онлайн выздоравливаю, но я считаю, что живые тоже это важно, нужно. И когда я захожу и на живые, в том числе группы, да, на какие-то, я смотрю так, давайте номера телефонов, ребята, давайте я вас там приглашу на спикерские, у тебя такая крутая история, она же может кому-то помочь и так далее. Я вот любитель тоже погастролировать, и поэтому, ну просто мне нравится вот это служение спикер-хантера, я достаточно быстро вхожу в контакт с другими людьми, вообще очень опасный человек, я помню, у нас была, знаете, как-то история, небольшую байку вам расскажу, может быть, она не относится вообще к теме, к теме зашли мы как-то с председателем прошлым группы Ковчег, на другую группу я как-то начинаю, ну я любитель заниматься подстрекательством, я как-то им сказала, давайте, ребята, походим, посмотрим, как там у других дела, и мы как-то зашли на одну группу, он там отвернулся, условно говоря, ну не отвернулся, отошел просто, уже был отчаянно, буквально минуты за две на меня перевели организатора, я на него с аорга, и мы остались в чужой комнате в зуме, как будто у нас своей нет, в общем, захватили чужую комнату, он вообще тогда сказал, ну, Оль, ну ты опасный человек, а мне просто вот как-то это было все весело, и интересно просто знакомиться с людьми, просто слушать, слышать, и вот говорю, собирать какие-то контакты, и приглашать людей, приглашать, на мой взгляд, интересных каких-то спикеров, вот чем я буду на сегодняшний день заниматься на Ковчеге, но, как говорилось выше, это, ну, все-таки спонсирование, на мой взгляд, это тоже такое очень мощное служение, и спонсорю я онлайн, у меня не было ни одной спонсируемой, которую я бы видела вживую, то есть вот на сегодняшний день они все где-то тоже по миру разбросаны, и отлично все равно получается вот вести людей по шагам, и получается у девчонок выздоравливать, и это тоже здорово, и это, ну, тупо удобно на сегодняшний день, вообще вот я говорю на тех группах, где я служила, и где я вообще была, где я как бы гастролировала, где выздоравливала, ну, на мой взгляд, конечно, такие топ-3 самые сильные группы, это канадско-американская игра и Ковчег, вот, наверное, наверное, на этом все, а я передам слово нынешнему председателю, вот, пожалуйста, Денис. Спасибо, ребята, Денис алкоголик, всем привет, я слушаю, и прям Бога благодарю, вот, за то, что есть возможность послушать дорогих, дорогих, действительно, сердцу людей, ну, вот, маленькие такие, да, спикерские, послушать вот сразу нескольких человек, которые находятся вообще в совершенно разных концах света, и в этом действительно огромный плюс, я считаю, сообщество, именно вот, групп онлайн, потому что у меня немножко другая история была, я когда Бога попросил меня до группы довести, все-таки это были живые группы, и перепробовано-то было, в общем-то, все, наверное, в моем случае, и когда я туда пришел, я не нашел сразу там спонсора, у меня было, у меня было искреннее желание, искренне готовность сразу, да, делать, делать, вот, как Оля сказал, доделать все, что от меня потребуется, и придя на группу, буквально через несколько дней, я решил взять там служение, и это было именно, наверное, благодарность за то, что, ну, я могу прийти туда, да, я могу попить чай, я могу высказаться, и меня там никто не прогонит, да, не осудит, и уж точно, не подумает, как-то, ну, как-то не так, и когда мы начали работать со спонсором, я не нашел на живых группах, кстати, у нас в городе нет такого, что группа идет, не было такого, что группа идет каждый день, то есть было 2 группы в неделю, а состояние мое было такое, что мне нужна была группа каждый день, и если можно, то не одна, и я не нашел спонсора на живых группах, и начав, да, лопатить вот эти вот всякие зумы, я деградировал, кстати, в своем употреблении настолько, что для меня совершенно дико было, ну, вообще вот представить, что буду какие-то видеоконференции, телеграм, да, вот эти вот, ну, для меня эти были такие абстрактные названия, ну, я знал, что что-то есть, но думать, это вообще, ну, это не для меня совсем, и вот какой-то день перелопатив кучу чатов, да, высшая сила так сработала, что, ну, или я нашел спонсора, или спонсор нашла меня, это вообще удивительная отдельная история, и, и когда началось выздоровление, я сразу устроился на работу, и у меня пропала возможность посещать, и те, 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 ну, единственные, да, вот эти вот две группы в неделю, я не мог какую-то из них посещать, а мне это было очень нужно, и очень необходимо, и тогда мой спонсор дал вот ссылку на онлайн-группу Ковчег, и я что хотел сказать, я очень часто слышал, что говорят о выздоровлении онлайн, ну, это неправильно как-то, это, это немножко неестественно, да, потому что все-таки общение должно быть прямым, да, общение должно быть живым, и на этом строилась программа, но, я думаю, да, и мой опыт показывает, что, ну, есть люди, которым действительно, ну, и вообще возможности нет ездить на живые группы, ну, реально, если у кого-то нет машины, а группа находится там в 60 километрах, как вот у нас, ну, есть и в области здесь, такие проблемы, тот человек просто туда не попадет, ну, и вот это, действительно, уникально, уникально то, что группа, группа, группа и сообщество проходит онлайн, я думаю, если бы Уилсон имел в руках смартфон, и доступ, Windows и в интернет, ну, он бы этой возможности точно не пренебрег, и про служение у меня был очень страх большой, то есть, мне было не так страшно взять служение на живой группе, как благодарность, опять же, да, я говорил, а вот страх, как бы осознание того, что, ну, люди-то вообще с разных городов, да, с разных стран, там, и тут я, да, что я вообще, да, что я могу им сказать, что они могут обо мне подумать, страх вообще совершенно, совершенно панический, было, и когда вообще высказывание, я не имею в виду служение, да, на группах, я очень благодарен группе Ковчег, что, кстати, очень деликатно, да, деликатно вообще проходит группа, меня, я тоже попробовал несколько онлайн групп, и, наверное, ну, наверное, так было нужно, потому что я попал на какой-то совершенно, там, жесткий шаговый жескач, когда там нельзя ни влево, ни вправо, там, ни в зад, ни вперед, только по шагам, а у меня какие шага, я даже не представляю, о чем, о чем разговор идет, и о чем можно говорить, меня пару раз зарезали в свое высказывание, я жутко обиделся, и понял, что я вообще на эти, на онлайн собрании, на эти сообщества, я не буду ходить, потому что меня никто не слушает, меня не любит, никто не понимает, а вот, когда, когда, спонсор скинул ссылку, да, на ковчег, я как-то там укрепился, там, действительно, как дома, да, душевно, душевно, хорошо, но страшно было, от этого не меньше, и, и вот, когда пришла, пришла, пора брать служение, да, или возможность, не знаю, как, как это правильно, я всегда высшую силу в этом слушал, да, то есть, если я буду свою башку служить, ну, я ничего, никакой служение брать не буду, а то, что говорилось мне сверху, ну, я, я принял твердое решение, да, следовать всем указаниям, всем, да, рекомендациям, и, то есть, это даже сомнению, но не, как бы не подвергалось, да, и вот, служение ведущего, много страхов, много страхов оценки, страхов, да, быть не авторитетным, страхов, страхов моей болезни, да, что я что-то начинаю с собой делать, и вот это вот сопротивление, конечно, совершенно дикое было им, но со временем, со временем, это проходит, и, и это, безусловно, тоже благодарности сообществу и Богу, потому что, зная, да, о трудностях групп, вообще, ну, не только домашней, да, мои, а вообще группы, это проблема служащих, на самом деле, потому что, ну, опять же, это то, как вижу я, ну, конечно, здорово, да, прийти там, высказаться, где-то слиться, да, попить чайку, там, если это живая группа, и все, а быть полезным на этой группе, ну, почему-то, то я не сужу, просто, как-то, ну, не все готовы, может быть, может быть, это такой же, тот же самый страх, да, тот же самый страх, как и у меня, но, тем не менее, это насущные такие проблемы-то, и, в моем случае, искренняя благодарность, и Богу, и сообществу, да, как это, делание, делание, да, делание этих служений, и тем самым, и быть полезным, быть благодарным, потому что, со спонсорством, как-то, со спонсорством, тоже у меня началось, на живой группе, продлилось, там, это около двух месяцев, наверное, и слетел парень, потом, как-то, онлайн тоже, тоже, ну, такие неудачные опыты, ну, как я считаю, хотя это не мне судить, и не моя, наверное, в этом воля, и, наверное, не моя вина, там, что все посрывались, там, послетали, тем не менее, сейчас подспонсорных нет, и служение, это замечательная возможность, также быть благодарным, потому что, ну, спонсорство, да, действительно, это высшее, да, это, я думаю, это, это то, для чего делают служения, как я вот недавно спикерскую, что-то так крыл у меня, включил спикерскую, слушал, не помню, кто спикер, вот он сказал, что, в конечном итоге к одному, это, да, несение вести и спонсорство, то есть, поэтому это неотъемлемая, неотъемлемая часть, часть выздоровления, хотя я где-то тоже слышал, что, ну, это вообще не программа служения, это совершенно другое, не знаю, без служения, мне кажется, никакого выздоровления быть не может, и, вот онлайн, онлайн сообщество, конечно, он безграничный совершенно ресурс, и, во-первых, это, огромный опыт, то есть, огромный опыт, огромного количества людей, потому что, вот, ну, например, когда я начинал выздоравливать, опять же, да, повторюсь, было всего лишь две группы, количество на миллионный город, парадокс, да, ну, миллион человек, а на группу ходят 14-15 человек, то есть, ну, ну, 20 человек, хороший день, хотя, ну, я не верю, что из миллиона человек бухают, только, да, все, вообще, как до Талова, да, окончены только 20 человек, то есть, ну, на самом деле, людей-то очень мало в сообществе, и, и на онлайн, кстати, группах похожие ситуации иногда, иногда бывает, но, тем не менее, я считаю, что тут большое будущее, конечно, вот за интернет-ресурсом, потому что, действительно, хоть и говорят, да, что сейчас низкий процент, низкий процент выздоровления, я вот слышал, что, когда основалась эта программа, процент был намного выше, ну, да, конечно, выше, потому что там же вытаскивали, ну, из-под мостов, там, ну, действительно опустившихся людей, а сейчас сообщество имеет, не то, что имеет возможность, а приходят те, у которых не только проблема, там, ну, то, что, то, что, допустим, как я, по полтора месяца с дивана не вставал, там, прилипал к нему, и только полтора литра всаживал в себя непонятную жидкость, да, содержание, а есть люди, которых, ну, алкоголь, да, семьи порушил, работу порушил, еще не до конца, но, тем не менее, это порушено, и они приходят, и они высказываются, они слушают, да, и кто-то не возвращается, кто-то срывается, кто-то, да, кто-то вообще не алкоголик, но, тем не менее, программа-то работает, и процент, я думаю, ну, поэтому он и ниже стал, потому что, ну, проблема как-то обширнее, да, наверное, воспринимается. И, конечно, ну, да, служение, благодарность, но это еще и такая возможность, знаете, когда вот тяжело, очень бывает, ну, состояние, качели-то, все-таки, ну, никто не отменял, и бывает это, и вот именно служение, как бы не хотелось, да, как бы не хотелось вести, да, идти на группу вообще, вести, тем более группу, да, я ни разу не помню, тут за больше, наверное, чем полгода, сколько я служу на Ковчеге, я ни разу не соврал, и ни разу не отказался от ведения, то есть, да, я переносил там дни, менялся днями, но я никогда, потому что, ну, это, для меня это сразу не честность, и для меня это, ну, просто возможно, упущенная, да, упущенная возможность избавиться от того груза, который я накапливаю иногда в своей голове, да, когда проведешь служение, да, и если есть возможность еще высказаться, но это эффект совершенно, конечно, неописуем, и это прекрасно работает, не меньше, чем жилые группы, да, да, жилые группы неотъемлемая тоже, часть выздоровления, тому же живое общение никто не отменял, и это обязательно, но, опять же, если есть возможность, это замечательно, когда такой возможности нет, то вот онлайн-сообщество, это прекрасный выход, наверное, буду заканчивать, спасибо, что послушали трезвые сегодня. Денис, спасибо, спасибо, ребята, спасибо за опыт, так, теперь у нас рубрика вопрос-ответ, до вопросов, напоминаем о седьмой традиции, согласно которой, дневные алкоголики, это не профессиональная организация, существующая на добровольном пожертвовании, в чате будут выложены реквизиты для сбора добровольных пожертвований, это не касается новичков, так, по порядку, Оля, да, Оля, пожалуйста, спасибо вам большое, Дима, ребята, это Оля, выздоравливаю от алкоголизма, Вологодская область, город Череповец, спасибо вам огромное, у меня сейчас сердце выпрыгнет, потому что, очень, во-первых, приятно видеть ваши такие, ну, теплые, улыбающиеся лица, еще потому, как я в свое время, в облаковлении, мне было очень тяжело, и я выходила на ваши группы, и вот, наверное, раза три я приходила к вам на собрание, я даже оставалась с вами в чайной, вот эти вот мягкие такие с видео, разговоры, в общем, мне всегда вы нравились, и ваше название вообще очень привлекательное, для меня очень привлекательное, много о чем говорит, и вот такой у меня вопрос, значит, я смотрю, вот у Володи, значит, есть домашняя группа надежды, я понимаю, это живая, у Дениса, а, нет, значит, у Виталика есть группа живая, да, а вот у Марины домашняя группа Ковчег, у Дениса тоже живая есть, и, я так понимаю, у Оли, наверное, девочки, вот больше к вам, наверное, такой вопрос, как вы видите будущее своей группы Ковчег, если взять туда еще и традиции, и принципы, ну, вот все, что входит, да, в Три Завета, вот за это, вот такой вопрос, спасибо. Спасибо большое, Оля, за вопрос, я думаю, сейчас Марина тоже подключится и что-нибудь добавит, я хочу сказать от себя еще, я не помню, честно, вот проговорила я или не проговорила этот момент, дело в том, что у меня, да, физически еще не было ходить на, ну, возможности ходить на живые группы из-за наличия трех детей, то есть я здесь в городе, да, нахожусь одна и их оставить куда-то идти для меня было достаточно сложно, то есть вот как я сказала, да, у меня прелесть живых групп я поняла на полгода примерно, когда я приехала в Екатеринбург и рядом с домом моей мамы, да, где я могла оставить спокойных детей, я вот туда пошла уже ножками, вот, конечно, в Тюмени я тоже ходила на, где я сейчас проживаю, да, на живые группы, и, ну, поэтому у меня ковчег все равно остается домашней группой, и еще такой момент хочу сказать, то, что, как меня колотило, как мне было плохо вообще, вот, особенно первый месяц, наверное, моего выздоровления, я вообще выздоравливала от группы до группы, от звонка до звонка, я бывало, что посещала там три группы в день, и это были онлайн-группы, и онлайн-группы, это прекрасно, и на сегодняшний день на рабочем собрании группы Ковчег было принято решение также провести цикл по традициям, именно цикл спикерских о применении традиций в жизни, применение традиций в семье, конечно, имеет место быть, вот, я верю, что Марина добавит что-нибудь. Да, спасибо за вопрос, Ковчег остается по-прежнему моей домашней группой, так как у меня на других группах на живых, у меня были служения, я их, как сказать, благополучно закончила, а на Ковчеге у меня служение постоянно, я постоянно на подхвате, вот буквально прошлые несколько среды, несколько среды, я уже говорила, что вы меня хотите под чумок на среду поставить, что ли, но так прямо и скажите, то есть, я всегда готов, всегда готов, если нет ведущего, ну, мало ли, форс-мажор какой-то, я всегда готов, несмотря на то, что у меня тоже есть работа, у меня тоже есть семья, я все бросаю, если нужно подменить, то есть, я всегда служу на Ковчеге, всегда, поэтому это моя домашняя группа. По поводу традиций, лично мое мнение, лично мой опыт, что нецелесообразно делать именно на группе АА какой-то семинар по традициям, вот именно изучать их, да, то есть, в любой момент может зайти новичок, а у нас тут, извините, традиции, да, попрошу вас выйти, придете в другой день, нет, собирают отдельные группы, есть очень много групп, которые именно по традициям, именно по концепциям, что было у меня, я проходила в малой группе, опять же, с Ковчега собрались мы какой-то там, каким-то количеством человек, мы выбрали спонсора по традициям, он нас провел по традициям, то же самое у меня было по концепциям, то есть, отдельная малая группа, и почему для меня было хорошо, что это малая группа, потому что это свободное общение, это не там, ставьте три единички, Да, если у меня есть какой-то вопрос, я включаю микрофон, я задаю. Вот. Но мы придумали вот этот вот спикерский цикл, да, именно цикл спикерских по три традиции, да, каждый спикер будет, у нас будет, у нас был цикл спикерских по спонсорству, да, то есть мы приглашали людей, которых там хороший срок уже выздоровления, да, спонсорство, богатый опыт. И они спикерили, у нас есть и такое, вот, и, ну, вот на будущее планы, которые мы, к которым мы идем, это вот цикл спикерских по традициям, да, будет две темы, традиция в семье, традиция в сообществе, да, и вообще в социуме, вот, поэтому у нас это все движется, ну, вот в таком контексте, да, то есть в таком формате, ну, вот как-то так. Спасибо. Так, далее у нас есть вопрос от Марины. Марина, ты сама зачитаешь или мне прочитать, я так и не понял? Так, понял. Так, вопрос первый. Как вы считаете, онлайн это все-таки группа или собрание? Ну, вопрос второй, зачитаю. Услышала, что послужили инфекторы на онлайн-группе одновременно, как с голосованием будете вы голосуете на обеих группах? Так, по порядку. Как вы считаете, онлайн это все-таки группа или собрание? Такой вопрос. Володя, алкоголик. Группа это группа, собрание это собрание, да? То есть коллектив людей это группа, а когда это проводится, это собрание. Это ничем не отличается от живой группы. То есть идет собрание по всем правилам, по тем рекомендациям, которые у нас есть тоже в нашей книжке. Группа А, где все начинается. А костяк людей это группа. А то, что проводится, это собрание, вот сейчас идет собрание, да, у вас. Если сейчас по второму вопросу. Услышала, что кто-то служит инжевых, но он майн-групп одновременно. Как с голосованием быть? Вы голосуете на обеих группах? Вопрос. Вопрос, конечно, интересный, да, в плане традиции, да. Но у нас в традициях нет каких-то запретов, да. Вот, поэтому я лично, как у меня есть живая группа, домашняя группа, и я служу на Ковчеге, и, соответственно, участвую в рабочих собраниях, там, голосую. Так как это касается непосредственно группу Ковчег, то тут нет никакого нарушения, потому что это не касается других групп, как мне представляется. Вот, то есть, если же будут возникать вопросы, которые будут связаны с сообществом в целом, да, то я буду воздерживаться от голосования, буду на аналогичный вопрос голосовать на своей домашней группе. Вот, а по внутриковчеговским вопросам, опять же, по четвертой традиции, все по четвертой традиции. По внутриковчеговским вопросам я голосую на Ковчеге, нормально. Вот, по общим вопросам я голосую на домашней группе. Ну, наверное, так. Я могу ошибаться, но такое мое мнение. Может быть, впереди идущие товарищи меня поправят. Спасибо. Виталий, алкоголик, да, я хотел бы добавить слово насчет вот этого вот вопроса. Действительно, голосование, участие в двух группах и неважно, да, онлайн это и живая группа, например, человек может быть членом комитета на несколько живых групп, не обязательно, чтобы это было там онлайн и живая. Да, у меня есть такой опыт, у меня были времена, когда я одновременно служил на трех разных живых группах, да, и как член комитета имел право голоса на всех трех группах. Естественно, голосовать три раза на трех разных группах, это неправильно, только, как сказал Володя, когда речь идет о каком-то, о каких-то вопросах, касающихся, например, там, сообщества анонимных алкоголиков или сообщества анонимных алкоголиков в целом, да, когда все группы голосуют по какому-то одному вопросу, по какой-то одной теме. Я могу сказать, что такое случается крайне редко, да, то есть вот на моем опыте за последние годы у нас в Израиле это случалось всего там раз в год, да, когда наша русскоязычная интергруппа Израиля, а, кстати, я забыл сказать, упомянуть, что, почему группа Ковчег все-таки продолжает называться израильской группой, да, несмотря на то, что состав участников, он уже давно интернациональный, все-таки структура обслуживания, к которой принадлежит группа Ковчег, это русскоязычная интергруппа анонимных алкоголиков Израиля. То есть это та структура, в которой группа Ковчег обслуживается, да, это та структура, куда группа Ковчег переводит часть своей седьмой традиции, и оттуда уже идут деньги на пятую традицию, ну и на общество анонимных алкоголиков Израиля в целом. То есть, да, такой вопрос возникает, когда раз в год мы там решаем пригласить спикера из-за границы, да, и мы там выбираем спикера, и мы идем с этим на группы, и, ребята, давайте проголосуем на группах, готовы ли мы, хотим ли мы вот видеть вот этих вот спикеров, естественно, за те деньги, которые мы соберем на каждой группе, вот. И тогда каждая группа, которая является, которая входит в состав, скажем так, интергруппы, да, вот, все группы голосуют по одному и тому же вопросу. Конечно, в таких ситуациях нужно и правильно голосовать только на одной группе, да, это правильно, один человек, один голос, да, это правильно, это справедливо, это так это и должно быть. Но, как я уже сказал, таких на самом деле событий, они бывают крайне редко, и по большей части, да, то, что мы являемся членами комитета и проводим какие-то голосования, решаем какие-то вопросы, они, как, опять же, правильно сказал Володя, они касаются только непосредственно самой группы, да, то есть на группе Ковчек, там, я голосовал, когда был членом комитета за... за те темы, за те дела, за те вещи, которые касались только группы Ковчек, когда я там голосую на собрании своей домашней группы, альтернатива в городе Бат-Ям, я, это какие-то темы и вопросы, которые касательно только группы Альтернатива, поэтому здесь нету каких-то вот, скажем так, столкновений, да, но, опять же, вообще правильно, да, что один человек, один голос. Ну, вот как-то так. А насчет того, что является ли группа онлайн-собранием или группой, как я уже сказал, первые полтора года, вот когда существовала группа Ковчек, это было больше собрания, чем группа, да, потому что там не было комитета, да, там не было служащих, там не были людей, которые могли сказать, это вот моя домашняя группа, я на этой группе служу, я на этой... Это был больше формат чисто вот собраний, да, собраний онлайн. На сегодняшний день, да, группа Ковчег это группа, да, это количество людей, которые называют себя членами группы Ковчег, которые называют группу Ковчег своей домашней группой, и эта группа проводит ежедневно собрания с 8 до 9 часов, до 9-15. Вот. Добро пожаловать к кому-нибудь, кому это интересно, кто хочет, приходите. Вот. Все, наверное. Спасибо. Так, у нас вопросов в чате больше нету. Дима, алкоголик, у меня вопрос, ребята, подскажите, пожалуйста, а как вот вы приветствуете вновь вошедшего человека, вот на вашу группу, который только-только пришел? Ну, я просто объясню, вот у нас, допустим, мы на каплю, как у нас кто-то заходит в группу, да, вот, добавляется, и мы там как-то все рандомно, да, вот, кто служит там, его приветствуем, там, кто-то ему текстом напишет, кто там картинку скинет, вот. И, как бы, все считаем это, ну, такой важной неотъемлемой частью, то есть новичка приветствовать, как-то там подбадривать, там, вот. Вот, но у нас получается такое, немножко такой хаос, не хаос, что ли, а как-то вот так вот, то есть неотстроено это. Может быть, у вас вообще отдельно этот человек, там, прямо служение у него есть, который сидит и вот прям постоянно приветствует новичков, которые на группу попадают. Ну, вот такой у меня вопрос. Спасибо, если подняли. Да, спасибо, Дима, за вопрос. У нас в преамбуле есть прямо приветствие новичку. Я вот сейчас быстренько, пока задавался вопрос, была в поисках преамбула. Сейчас, одну секунду, я открою это место, я даже зачитаю, как мы приветствуем новичка. Одну минуточку. Так, секунду, мне сложно одной рукой листать, сейчас буквально пять секунд. Хорошо. Я хочу уточнить, хотел вопрос. Это имеется в виду новичок в сообществе или человек, который впервые пришел на конкретно нашу группу? Вот из вопроса не ясно было. Да, Дима, алкоголик, нет, у меня вопрос все-таки был про вот именно вот в группу онлайн, да, вот у вас, допустим, хоп, ну, в течение дня там, допустим, не собрание идет, а просто в течение дня добавился новый пользователь, да, там, ну, новый человек, вот. То есть вы его как-то приветствуете, то есть, допустим, группа не идет, собрания нет, но вы же все равно там все, допустим, с телефонами, да, где-то там занимаетесь своими делами, видите, что подошел новый человек на группу, вроде бы, вроде бы, поприветствовать, то есть как-то у вас это там, вот конкретно вы приветствуете каким-то отдельным приветствием или вообще не приветствуете. именно вот поняли, не на собрание, а просто вот он добавился в вашу группу онлайн и вот стал. Володя, можно, да, я отвечу. Дело в том, что группа Ковчег проходит не в Телеграме, а в Zoom, и в Zoom непосредственно приходит уже человек к началу собрания, и комната Zoom открыта уже в начале собрания. Я все-таки зачитаю, раз уж я это нашла и искала, вот, то, что если пришел новичок, человек, который говорит, что он первый раз пришел на собрание группы АА, мы ему читаем следующее. Дорогой друг, если вы впервые пришли на собрание АА, добро пожаловать. Мы предлагаем вам внимательно слушать и попытаться понять, в чем вы похожи на нас, понять суть нашего опыта. Мы не хотим ни на кого клеить ярлык алкоголика. На этой группе мы учимся жить, применяя 12 шагов АА в своей жизни. Как показывает опыт, это многим помогло бросить пить и лучше устроить свою жизнь, наполнить ее смыслом. Если вы захотите поделиться чем-то на нашей группе, вам будет предоставлено слово в конце группы. По традиции, перед тем, как высказаться, мы представляемся и заявляем о своей причастности к нашей общей проблеме алкоголизма. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы после собрания или один на один по телефону или в WhatsApp. Спасибо. Такое приветствие мы зачитываем, когда пришел новичок. Также я это не упомянула в своем времени выступление. Еще одно служение, которое у меня было на Ковчеге или даже, наверное, не на Ковчеге, а на сообществе в целом. Дело в том, что существует такой чат в Telegram China.ua, куда входит в основном такой костяк, опять же, с трех групп. Как правило, это Ковчег, канадская, американская группа или игра. Это вот львиный состав людей, да, львиная доля именно вот в этом чате. И в этом чате у меня было служение, наверное, на протяжении полугода, да, модератор чата попросил меня это делать. Также выставлять афиши с спикерскими какими-то или вообще афиши о том, что группа Ковчег проходит там во столько-то, во столько-то. Это непосредственно ссылку на собрание. Я выкидывала в чат данной группы примерно за 15 минут до начала собрания. И также в этом чате обычно людей мы приветствуем из Ковчега. Туда они тоже приходят, и там уже им смайлики пишем, какие-то поддерживающие, приветствия, слова поддержки. И в зависимости от того, ну, бывает даже, что скидываем друг другу то, что вот пришел новичок, но вот этот модератор чата, она очень часто так делала, что поскольку сама занимается в основном, ну, как это в английском есть, 12-степперс, да, такое, на 12-шаговик. Она прямо тащит новичков большими количествами, с ними очень много разговаривает. И, ну, вот талант у нее такой, она мне обычно даже в личку писала, то, что вот там, например, Дима Анапа, грубо говоря, да, там у него три дня трезвости и первый раз в сообществе. И я быстренько захожу, смотрю там, что он написал, не написал, он обычно тоже как-то там приветствует сам, да, и его обычно вот сразу же подхватывает весь этот вот такой, говорю, основной костяк. Вот даже не из одной группы, а из трех групп. Ну, это вот такой опыт. Ну, и, конечно, чаты у нас тоже есть и в WhatsApp, но это уже, наверное, я про это не буду говорить, я там редко вообще. Вот, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, у нас есть вопрос. Сейчас, подождите секунду. Марина хочет вопрос задать. Марина. Марина, алкоголик, привет, ребята. Надеюсь, меня слышно хорошо, что я сегодня с планшета первый раз. Вообще здорово, блин, так классно. Я вот, у меня даже вопросы отпали. Хотя изначально столько вопросов думала буду задавать. А вот сейчас просто вас слушала, да, и так радовалась. Так здорово, что вам удается смотреть в одном направлении. Мне кажется, поэтому вы и сплоченные, да, как прозвучало в мини-питерских. Но все-таки вопросы у меня есть небольшие. Так, вот первый вопрос. Почему с видео? Да, такой вопрос. Вот, почему с видео? И второй вопрос касается служения ведущего. Это сколько примерно тем у вас на собраниях? То есть вы стремитесь к одной-двум темам? Или расширить, да, вот этот диапазон тем? То есть четыре, там пять, кем предпочитаете на собрании выкладывать? Вот, надеюсь, вопросы понятны. Можно я начну? Марина, алкоголик. Марин, спасибо за вопрос, очень интересный. Почему с видео здесь, в Телеграме? Ну, как для меня, живая группа отличается от онлайн-групп тем, что есть какой-то тактильный контакт. Да, можно прийти, обняться, там вот это вот все, получить какую-то поддержку, там, ну, я не знаю, говорить с человеком глаза в глаза. Вот то же самое, вот теплота группы Zoom открывается тогда, когда открываются видео окошки. То есть очень дискомфортно я себя чувствую, я говорю только за себя, когда, например, я прихожу на спикерскую, да, и темный экран, все закрытые окошки, да, и я говорю, как будто бы сама с собой. Это у меня так в начале было, сейчас-то я уже попривыкла, вот, а в начале было прям, ну, какой-то дискомфорт, я ощущала такое ощущение, что я сама с собой разговариваю. Вот, поэтому с видео, вот, это лично для меня, а по поводу второго вопроса, по поводу тем, тоже я выскажу, опять-таки, свой опыт и, ну, и лично свой взгляд на это. Как по мне, так больше двух тем нам нельзя, потому что нам, алкоголикам, сколько ни дай, нам все будет мало, а если дать пять тем, то это будет такое балаганище, просто, я тут не помню, что по первой теме, да, о чем речь шла, а тут их пять, ну, просто. Поэтому я за то, чтобы было как минимум, ну, одна или плюс дополнительная тема какая-то вторая, вот, но для меня много, лично для меня, много это перебор уже. Ну, вот как-то так, спасибо. Спасибо. Денис, алкоголик, тоже хотел дополнить, вот, по, по поводу, да, вот это вот видео, видео окошек, видеосвязи, ну, это, во-первых, этот, ну, для меня это домашняя группа, да, и на домашней группе сидеть там с какой-нибудь буковкой там в экране, или вообще, не дай бог, с черным, да, квадратом, поэтому, ну, нет, нет того, я, я, когда пришел только на ковчег, мне так удивительно было, да, что столько, именно, да, из множества онлайн-групп, именно столько вот камер включено, столько открытых, да, улыбающихся, там, да, движущихся лиц, да, то есть, ну, реально, ну, ощущение, да, жизни какой-то, ну, более, более жизненные, чем нежели буковки там или циферки, и, ну, как-то это уют, уют, действительно, домашний такой уют придаёт атмосферу живого общения какой-то, да, потому что, ну, на живой этой группе, действительно, как Марин сказал, да, видишь там, трогаешь. Ну, что, в основном, только слова и, ну, видео, я считаю, что очень разбавляет всю эту тему, а по поводу тем, да, две, 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 три темы, иначе, да, правильно, просто физически, ну, время будет не хватать, потому что много высказываний, да, много, много желающих, и если это множество тем, то просто, ну, реально, просто времени не хватит. Спасибо. Спасибо. Так, и у нас вопрос ещё есть, вопрос от Оли, группа Ковчег, так, вопрос так, вот я зачитаю, зарегистрирована группа Ковчег в каких-то структурах АА, например, МарАА или в ДОРИ. Ну, в общем, как зарегистрирована группа. Сейчас вам Виталик всё расскажет. Виталик алкоголик, я уже упомянул, что группа Ковчег, она является частью русскоязычной интергруппы, то есть она обслуживается в структуре обслуживания русскоязычной интергруппы анонимных алкоголиков Израиля, да, русскоязычная интергруппа анонимных алкоголиков Израиля официально зарегистрирована в GSO, в Центральном офисе обслуживания в Нью-Йорке, и плюс русскоязычная интергруппа является также частью МарА, да, Международной ассамблеи русскоязычных анонимных алкоголиков, то есть поэтому группа Ковчег как бы напрямую не имеет, не зарегистрирована в Международной ассамблее, как я уже сказал изначально, сама группа создавалась не как международная, да, то есть не было такой направленной целью международной группы, да, это была именно группа, созданная анонимными алкоголиками Израиля, в первую очередь для алкоголиков в Израиле, поэтому в свое время приняли решение, что группа будет обслуживаться именно в израильской структуре обслуживания, но опять же, да, то есть так вот это работает на сегодняшний день, группа является, обслуживается зарегистрированной в русскоязычной интергруппе Израиля, а через русскоязычную интергруппу Израиля мы как бы высказываем свое групповое сознание, да, на уровне Международной ассамблей и, ну, вот как это так. Спасибо. Так, вопросов у нас больше нету, время подходит к концу. Так, ребята, спасибо еще раз за то, что пришли, за то, что поделились опытом. Значит, напоминание, что мнение, высказанное на спикерской, это личное мнение и опыт спикеров, а не в целом истории, услышанные вами, были рассказаны доверий. Не выносите их, пожалуйста, за пределы этого собрания, сохраните их только в стенах вашего сознания. Просьба остановить запись. Так, ребят, подскажите, пожалуйста, есть ли у вас возможность сдержаться ненадолго после основной части. Возможно, будут...